Всем привет! Сегодня на обзоре у нас колонка ADC TO-15. Данная модель получается почти аналог данной колонки TN-15. У них разница только в настройках. Но данной колонки уже нет. Не знаю, когда будет и будет ли вообще. Здесь это пустая коробка, поскольку человек приехал, забрал колонку и просил оставить у нас. У нас есть в принципе аналог. Единственный нюанс. Если мы посмотрим, здесь у нас настройка баса и высоких частот микрофона. А, и приоритет микрофона есть. Все. Получается три точки, которых вот здесь нет. Здесь нет приоритета микрофона. И нет у нас, получается, настройки высоких и низких частот. Но есть запись на флешку. Вот, то есть можете петь и записывать. По размерам и весу они в принципе одинаковые. Вот что это, что вот это. Получается 21,5 килограмм. И то, там получается 21,35. Ну, то есть 21,350 грамм. А здесь 21,5. Точка 5, то есть 21,5 килограмма. Вот. По высоте. Так. 758 миллиметров. Ну, то есть 75 сантиметров. Короче. 76. Будем ставить, округлим. 76 сантиметров высота. Это довольно-таки большая колонка. По настройкам звука. Вот звук. Вот у нас, получается, настройки микрофона. Громкость микрофона. Эхо. Еще реверберации кто-то называет. И GT Wall. Это, ну, типа гитарный. Этот гитарный вход регулирует громкость гитары. Вот этот, так скажем, жолубок или крутилка. Короче, не суть важна. Сюда можно не только инструмент подключить, а любое устройство, имеющее звукосниматель. То есть скрипка, там, не знаю, арфа. Ну, все, что имеет звукосниматель. Не обязательно только гитару. По кнопкам. Input. Это у нас режимы. То есть можно переключить на Bluetooth, радио, флешки и так далее. Repeat. Это повтор треков. 10+, я не помню. Я не пробовал, не помню, что это за 10+, потому что на других колонках тоже такое бывает. Не пробовал, не знаю. Мне, по сути, на самом деле это не нужно. Я знаю, что люди пользуются только вперед-назад, пауза и режимы. Все. Больше, ну и максимум, они еще иногда крутят бас, там, высокий, низкий и так далее. Здесь у нас пищалка. Три дюйма. Три дюйма, насколько я знаю. Или как еще, твиттером называют. Диффузоры. Вот такие вот, звуковые. Вон даже. Вон, посмотрите, какое там охлаждение крутое. Сейчас попробую сфокусировать. Как там все четко. Вон, какая мощная катушка. Такого добра в колонках Мейеренды нет. Вот в них идут только микросхемы. Микросхемы. Что это за усилитель просто с микросхемой? Это среднячок. В нормальных усилках, вон она, визуально там такая огромная катушка, как бобина, блин, на этих старых магнитофонах. То есть, вот такими должны быть усилки. Если разберете там Behringer и так далее, там именно вот такая вся система. Никаких простых микросхем. Все закручено, замучено, хорошо. То есть, здесь качественный усилок. Не то, что в Мейеренды. Я не засираю Мейеренды. На самом деле, Мейеренды тоже хорошая колонка, хороший производитель. Но ADC, на самом деле, за ADC будущее. Если их будут еще поставлять в Россию, потому что, на самом деле, их привезли два поставщика, но они быстро распродались за счет того, что есть за что платить и есть смысл платить такие деньги. И неизвестно, будут завозить, не будут. Мы постараемся сделать так, чтобы их завозили. Вот. Потому что это достойная колонка. И они лучше, чем Мейеренды. Это 100%. Далее. Здесь у нас 15-дюймовый динамик. По контуру здесь светомузыка. Разъем под микрофон. Разъем под гитару. Регулировка громкости музыки. Регулировка высоких частот той же музыки. Bluetooth, радио и так далее. И регулировка баса низких частот музыки. Вот это, повторю, для микрофона и инструмента. Здесь у нас разъем под флешку. Здесь у нас SD-карт. Широкие, большие карты. Можно и вставить в переходник микро-SD. Может кому-то покажется, что я занудничаю, но стараюсь разжевать всю информацию, которую я знаю, более, так скажем, доходчиво. Чтобы люди сразу понимали, что это такое. Здесь у нас инфракрасный для пульта. Вот он, пульт как на телевизоре. Реально большой, удобный и, в принципе, функциональный. Также в комплекте силовой кабель от розетки слушать. Эту колонку можно слушать как от собственного аккумулятора, так и от розетки. Одновременно заряжаясь. Далее. В комплекте есть два беспроводных микрофона. Скажу, не поверите, 50 метров рабочее расстояние на улице. Говорю с уверенностью, потому что вчера у нас было два человека, которые оставили деньги за эту и вот за эту колонку. Взяли в парк, уехали где-то на час и проэкспериментировали колонки. По меренде MR-1010, они сказали 15 метров рабочее расстояние микрофонов. Здесь 50. Но один микрофон, как они сказали, все возможно, что из-за батареек, а возможно действительно какой-то косяк был. Один микрофон 15 метров ловил. Но мы поменяли микрофон. Человек прошел более 15 метров. Ну и вроде все работает. Так что либо в батарейках была проблема, либо в самом микрофоне. Но здесь один микрофон 100% 50 метров. Ну как рабочее расстояние держит. Здесь 15-дюймовый динамик. Большой. Как у нас, я просто не могу вам показать, тут получается динамик заканчивается аж вот здесь. Когда обычно в меренде, в фейпу динамик вот здесь заканчивается. Здесь побольше. На сантиметров 6 он, так скажем, больше, подлиннее, так скажем. Вот. Сбоку по правую руку, так скажем, у нас ручка. С левой стороны ничего нет. Вот такая вот простецкая. Далее. Транспортировочные колесики есть. И вот ножки есть. Тут еще пенопласт из упаковки. Здесь у нас под штатив. Вот так вот она. На штативе. Производитель заявляет 600 ватт мощности. По чесноку здесь нет 600 ватт. Но на слуху у меня нет в ушах аппарата, который может определить, сколько реально здесь мощности. Но то, что она долбит и по басам, и по громкости громче многих колонок, из тех, что мы продаем, это однозначно. Она реально мощная. Дальше. Вот такая телескопическая ручка для транспортировки как чемоданчик. Здесь включение светомузыки. Здесь включение самой колонки. Line in. Сейчас я выключу свет. Так. Aux line in. И line out. Что значит line out? Вы можете точно такую же колонку подключить рядом и создать вообще на самом деле большую цепочку из колонок, потому что это может быть головной колонкой. Вы подключились по Bluetooth, флешку включили и начинаете слушать. Отсюда выводите тюльпанами провода на другую колонку. И это остается главной. А те остальные работают как бы по принципу музыкального центра. То есть они будут подпитывать сигнал вот от этой колонки. Далее здесь есть вот такие вот зажимы для аккумулятора 12 вольт. Можно от скутера. И я рекомендую от скутера. Он менее мощный, чем автомобильный. Хотя производитель в принципе разрешает аккумулятор и автомобильный подключать. Но я бы рекомендовал все штыки от скутера. Они не такие прям высоковольтные, так скажем, или высокоамперные. Я не электрик, так что кто электрики будет смотреть и слушать, и там что-то захочет сказать, пусть он свои знания оставит при себе, потому что для меня они не важны. Вот, сейчас продемонстрирую песню где-то в интернете. Я нашел, думаю, что автор не пожалуется на то, что я ее запускаю на YouTube, потому что я снимал видеоролик с другой песней и мне заблокировали этот видеообзор только из-за того, что там я использовал чужую песню. Кто-то обычно монетизацию запрашивает и не блокирует видео, а кто-то полностью требует. Ну вот оказался чувачок, который запросил полностью блокировку видео, поэтому я что нашел, то и включу. Интернет-клуб «Фортуна» представляет сегодня. Шел парнишка по опушке, сам не знал куда, по пути поймал лягушку около пруда. Та, закрыв глаза, прошептала вдруг, Отпусти меня на свободу, друг Требуешь, что тебе... Так, ребята, это был вокал. То, что мне нужно было продемонстрировать вокал. Сейчас я вам включу клубную музыку. Я не знаю, заблокируют, забанят мне видео или нет. Вот сейчас уже с басом будет. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас пойдет до баса, и я прибавлю все. Субтитры сделал DimaTorzok Учитывая, что громкость была выдана на максимум, колонка, в принципе, почти не имеет искажений. Почти. Потому что все колонки имеют искажения. Все зависит еще от частоты самой композиции, от формата и так далее. Так, на самом деле, она рубит четко. Особенно я люблю слушать эти колонки где-то на половину звука и на максимум бас. Вот включишь где-нибудь вот здесь ее по Bluetooth и просто кайфуешь. Звук такой, как в машине. Просто вот реально... Ну, хороший звук в машине. Не так, как там какие-то шипящие мистерии и так далее, а с нормальным звуком. В общем, кому понравилось видео, даже не видео, а колонка, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ну, ваше право. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Пока.